Здравствуйте, уважаемые зрители! После вчерашних боев на границе Азербайджана и Армении весь мир узнал об этом событии. В США уже призвали Ереван и Баку начать демаркацию границ. Уже в Америке все знают об этой войне однодневной. Уже хотя бы один день повоевали, уже все узнали. В Армении и Азербайджан должны принять срочные меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации между сторонами. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам главы Госдепа в Вашингтоне, крайне озабочены сообщения о активных боях возле границы двух стран. Блинкен также призвал Ереван и Баку к прямому и конструктивному взаимодействию, включая переговоры по демаркации границ. В Америке уже говорят, хватит воевать, пора уже начать делать демаркацию границ и жить спокойно в мире, а не чтобы гибли люди. И армяне, и азербайджанцы. Ну и вот армянин такой тут есть, аналитик Кивирян заявил, «Армянам лучше договориться с турками». Это типа, что уже не с Москвой, с Путиным, а напрямую с Эрдоганом. В общем, он так и написал, «Армянам лучше договориться с турками». Кивирян отметил, что каждый метр продвижения азербайджанцев ускоряет уход России из региона, потому что в этом случае и в случае продолжения такого поведения армянам лучше договориться с турками, чем полагаться на такого союзника, как Москва, ну и Путин. Напомню, что после обострения накануне ситуации на Лачинско-Килибаджарском направлении азербайджанно-армянской границы в результате армянских провокаций в Ереване вновь стали звучать антироссийские лозунги и обвинения в адрес России. Ну это точно. Сейчас, посмотрите, где-то тут у меня было... А, вот комментарии, сейчас я вам почитаю. Вот, сейчас после этих событий пишут уже. Комментаторы, конечно, тут уже, как сказать, разошлись. Пусть те, кто недавно орал в Ереване, прощай, немытая Россия, сам решает свои проблемы. Армения, разбирайся сама своими силами. Нет русских солдат для вас. Мы заняты, мы моемся. В общем, сами воюйте. Симонян, пишет Маргарита Симонян, выручай своих, ведь вас в Москве миллионы. Дай клич вперед за Родину. Чего вы там орали на митинги? Прощай, немытая Россия. Ну, прощай. Хули, вот написали такие комментарии. Вот так вот. Ну и вот еще тут последние данные. В Армении сообщили о числе райных погибших. Никто им не верит. Все, даже армяне в шоке. В Армении заявили, что Министерство обороны страны вводит заблуждение общественность в связи с количеством погибших в ходе боев, произошедших накануне в Лачинско-Кельбаджарском направлении, армяно-азербайджанской границы, в результате армянской провокации. Так, главный редактор сайта «Политика М» журналист и востоковед Борис Мурази на своей странице в Facebook написал, что официальные данные армянского оборонного ведомства не совпадают с реальным числом погибших. Министерство обороны заявляет, что у нас один погибший. А на сегодняшнем заседании Национального собрания было предложено почтить минуты молчания памяти о многих погибших. Они продолжают держать всех нас за животных. Вот так сами армяне пишут. Активные пользователи армянского сегмента соцсетей также заявляют о десятках погибших армянских солдат. Да ясно, что там десятки. Вон пишут. У нас десятки жертв, пленных, раненых. Весь армянский Facebook говорит о походе в Варцуни, что там жертв тысячи, то есть не тысячи, извиняюсь, а там уже где-то под сотню и раненых и убитых. Кроме того, армянские СМИ пишут о въезде в зону вчерашних боев. Это закрыла военная полиция все въезды, пропуская только машины скорой помощи, которые возят оттуда тела погибших и раненых. Так уже закрыли, чтобы не показывать, сколько убитых, сколько раненых. Скорой помощи едут, перекрыли все, чтобы никто ничего не знал. Вот пишут уже первые сведения, что это, конечно, смех. Один погибший, 13 задержанных, еще 24 раненых, судьба которых неизвестна. В общем, все это умножайте на 5. То есть не на 5, вернее, а погибших, наверное, там, если у Азербайджана 7, ну, умножайте где-то на 5, где-то вот так будет, и раненых тоже. Так что, вот, потом все это всплывет все-таки. В Ерл-Блуре, на кладбище будут свежие могилы, и все будет понятно. Зачем врать уже, если есть погибший, раненый Азербайджан, все конкретно сказал. 7 погибших, 10 раненых, все, зачем это скрывать все? Ну и вот, военный эксперт еще. Москва никому ничего не должна. По мнению эксперта, Россия не хочет тягиваться в этот военный конфликт. Россия никому ничего не должна. Об этом заявил российский эксперт Александр Храмчихин. Эксперт отметил, что сложно сказать, что думают в Москве. Но, безусловно, могу ответить. Россия не хочет тягиваться в военный конфликт. Зачем Россия будет делать для Армении больше, чем делает сама Армения? Россия никому ничего не должна. Никто никого не собирается защищать, потому что это никому не нужно. Если так будет продолжаться и дальше, Азербайджан тихо и мирно сможет достичь желаемого коридора, параллельно решая вопросы демаркации, демилитации гранит. Все правильно. Азербайджан сделает коридор, Пашинян все подписал, уедет куда-нибудь в Америку, чтобы его здесь уже не убили, как сказать. У него там сейчас войска уже стягивает в Ереване. Ну и все закончится. Вот такие дела, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok